Здорово! Сегодня видео будет по стенам Ефремовской бани. Сейчас пока в цех иду, покажу вам. Вот эту вот баню сейчас грузят, вот эта вот вторая половина той бани, которую грузят. Серенькая баня, коричневая баня. Это в наличии все стоит. В смысле в наличии, которые заказаны, которые нам увозить надо. Люди просто принять не могут из-за того, что где-то участок развезло, а где-то в сады не пропускают. Вот такая вот коричневая, еще одна коричневая, зелененькая. Вот эта вот необрезная доска, эта из планкена, опять необрезная доска. Светленькая, бежевая, еще коричневая, еще из цеха надо вытаскивать. Там мне, кстати, для Алтая делается баня. Я вам сейчас тоже ее покажу. Как раз к теме стен в бане. Потому что там такая отделка, которую мы вообще еще до этого никогда не делали. На мне экспериментируем. Дальше, может быть, в серию запустим. Погнали смотреть. Так, итак, погнали по стенам. Пацаны здесь водопровод делают. Я их немножко из мойки выгнал. Ну, не ходите, видите, обрезки остались, они убрать не успели. Полы перевернутые, чтобы не затоптать. Это трапики. Их в дальнейшем переворачиваем. Пока в цехе они перевернуты задней стороной вверх. По стенам важные моменты, которые нужно учесть, если вы будете себе делать липу на стены. Ну, допустим, мы же сейчас говорим про Ефремовскую баню. Вот как здесь делаются полы. Относительно этого, как делаются стены. Очень важный момент. Это вот эта отбивочная доска. Очень важный момент. Мы поначалу делали липу до самого низа. Я сейчас пирог с самого стены скажу. Но сейчас вот про обшивку стены. Потому что это тоже к стенам относится. Мы делали липу, ну, не до пола. Мы здесь отступали там 3, по-моему, сантиметра снизу. Даже если оставляете 3 сантиметра снизу, то в моечном помещении внизу дерево все равно хорошо не просыхает. Особенно, если мойка большая, вот как, допустим, вот в этой вот бане. Или пострадать начинает, она чернеть начинает. Поэтому снизу обязательно отбивочная доска из лиственницы. Вот этот вот весь пол у нас из лиственницы. Ниже обратная лага из лиственницы. Сейчас подниму, покажу. Ну, вот эти вот обратные лаги из лиственницы. Вот эта вот доска из лиственницы. И обязательно вот здесь вот оставляем зазоры примерно по сантиметру, по полтора сантиметра. Вот здесь вот зазор, вот здесь вот зазор. Чтобы дерево с деревом не соприкасалось. Чтобы не было, как бы, обратного натяжения влаги от одного элемента к другому элементу. Чтобы они все были отдельно. Это даже не для проветривания вот эти вот зазоры делаются. Там как бы, как такового проветривания нету внутри стены. Там есть расстояние контрбруска, но там нету проветривания, чтобы, ну, как говорят, конденсат выветривался. Про конденсат я сейчас расскажу, но там как такового конденсата и нету. И дальше уже нашиваем липу. Вот если у нас в мойке липа цельная от пола до потолка, но цельным куском идет, то в парном помещении не очень удобно здесь сейчас показывать, так как полки уже смонтированы. А я прошелся, не нашел бани, где полки не смонтированы еще, а смонтирована только стена. Вот за полком идет отбивочная доска тоже. Вот она идет, смотрите. Вот видите, липа идет до полка. Вот так вот. Видите, липа идет до полка. Здесь горизонтально доска идет. И потом опять липа продолжает идти. Вот это вот кусочек липы. Здесь, как сказал, уже отбивочная доска, но я это уже много раз показывал. Здесь дальше липа идет. И здесь, на этой стороне точно так же. Вот она, видите? Доска. Мы это делаем для того, чтобы была максимальная ремонтна пригодность. Чтобы даже если у вас вот сюда вот попадают, ну вот люди плохо, допустим, прибрались в бане, плохо баню просушили. И вот сюда вот попали листья, они запрели, какая-то влага здесь осталась, плохо просушили баню. Вот, вот в этих вот местах, видите? Вот, 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 вот. Чтобы была возможность просто снять полки и не менять целиком всю стену, а поменять одну вот эту вот отбивочную доску. Только одну отбивочную доску. Мне там писали много раз в комментариях, что вы это делаете для того, чтобы просто сэкономить. Отчасти да, и для того, чтобы сэкономить. Но какая здесь экономия по липе получается? Смотрите, вот здесь вот цельная доска. В мойке везде здесь тоже цельная доска. Вот здесь вот доска идет до полка и ниже полка. Но это получается только вот этот участок около полка. И вот этот участок у нас разделен на две части. Здесь и здесь разделен на две части. Так, вот этот вот важный момент я проговорил. Снизу здесь тоже везде. Идет по контуру доска из лиственницы. Там у нас фольга. Люди прям как увидят, что там что-то блестит. Начинают, да как так? У вас там дырка на улицу. Ребят, это не дырка на улицу. Это фольга. По фольге сейчас зайдем в соседнюю баню. Вон там она стоит. Там моя баня сейчас делается. Буду показывать по всему пирогу стены. Пойдемте туда. Ну и идем в баню, которая на Алтай поедет. Вот она отсюда будет топиться. Здесь печка. Здесь входная дверь. Ну и с наружной стороны сразу же смотрим. Смотрите. Каркас у нас собранный из доски 50 на 100. Камерной сушки обязательно. Вот он. Вот его видно. 50 на 100. Здесь заложен утеплитель 10 сантиметров. С наружной стороны ветрозащитная паропроницаемая пленка. С наружной стороны делается только паропроницаемая пленка. Это чисто для того, чтобы воздух, который проходит по вент-зазору, не разрушал утеплитель. А если какая-то влага внутри утеплителя есть, точка рассы, чтобы это выходило наружу в вент-зазор и дальше уже выветривалось. Дальше здесь будет делаться контрбрусок вот в это вот место. И зашиваться уже чистовой отделкой. Здесь будет с наружной стороны планкен. Заходим дальше. Сейчас по планировке немножко. Вот это вот первый коридор. Из первого коридора здесь будет раздевалка. Здесь будет санузел. Вот это вот комната отдыха. С большим окном. Из комнаты отдыха. Мойка. Вот это вот все пространство, это мойка. Дальше заходим в парное помещение. Здесь фольга 500 микрон. На базальтовом картоне двойная фольга. Полог с той стороны, полог здесь. Полог еще один здесь. Здесь будет стоять гром 30. Ну, дальше увидите. Здесь форточка. Здесь форточка. Ну, сейчас, в общем, не про это. А дальше поехали. Вот здесь вот он, брусок 50 на 100. В нем внутри заложен утеплитель 100 миллиметров. А дальше изнутри фольга. Контрбрусок. И уже чистовая отделка. И здесь, смотрите, вот какую, как я вам говорил, что экспериментальная, какую мы здесь делаем чистовую отделку. Это липа. Липа, резаная на доска к доске. С искривлением. Это не обрезной край, а это доска к доске подогнанная. Я дальше покажу, как мы это делаем. Ну, вот просто пока еще экспериментируем. И в этом месте, получается, сначала нашит первый слой липы. И, ну, через контрбрусок, вот так же, как здесь контрбрусок. И на него второй слой липы. Потому что вот эта вот липа в любом случае будет расходиться. Здесь будет вот эта щелка больше. И чтобы там фольга не просвечивала, там сделан сначала первый слой липы. И потом второй слой липы. Но не только для этого сделано. В бане, на стенах, на потолке должен быть массив дерева. А на этом, вот как раз, это один из элементов, по которому баня отличается от сауны. Стены должны быть теплоаккумулирующие. Поэтому вот делали бани из дерева, чтобы, вот, из рубленого бревна, из бруса, чтобы на стенах был массив дерева. У нас дальше хоть и идет утеплитель в стенах. Но на стенах у нас идет массив дерева. Вот здесь вот 5 сантиметров дерева идет. Вагонка такого эффекта, к сожалению, не дает. Она как быстро нагревается, так и быстро остывает. Потолок тоже такой же доской сделали. Вот таким вот образом. На нем тоже два слоя дерева. Вот здесь идет фольга. Дальше полы шпунтовка, но они такие оставаться не будут. Дальше у меня здесь будет жидкостный теплый пол. От газового котла будет отопление, будет теплый пол сделан. И вот это вот место, фольга здесь специально не закреплена, чтобы... Вот этот брусок, кстати, сниматься будет. Зря его накрутили. Но он убираться будет. Здесь будет ЦСП крепиться прям вот к фольге, которая у нас на основном каркасе. И на это место будет делаться керамогранит, каблучок, который будет в дальнейшем заходить... Вот если с этой стороны посмотреть, в дальнейшем вот так вот... В дальнейшем будет заходить вот сюда, вот за эту вот доску. Она еще не прикреплена. Вот за эту доску и подходить к первому ряду липы. А я здесь, кстати, по планировке это не сказал. А вот там вот парное помещение. Это комната отдыха. Из комнаты отдыха заходим в мойку. Из мойки будет дверь на улицу на купели. Это дверь в парное помещение. Здесь форточка, с этой стороны будет купель. А здесь, наверное, две душевых лейки еще будет стоять. Все максимально просто по стенам. Не надо ничего усложнять и выдумывать велосипед. Каркас обязательно из сухой строганой доски. Просто если вы доску естественной влажности вставите в каркас, она с огромным процентом вероятности у вас зазеленеет все в каркасе. Потому что движение воздуха ограничено, а в ней будет много влаги. Поэтому на каркас обязательно только сухую доску камерной сушки. С наружной стороны паропроницаемая ветрозащитная пленка. Вовнутрь каркаса 100-150 мм утеплителя. Мы делаем 100, этого более чем достаточно. В той бане, в крыльях у меня также 100 мм утеплителя. Пол я там утеплял на 150, потолок на 150. Здесь у меня также 100 мм. Это то, что поедет на Алтай. 100 мм утеплителя для бани более чем достаточно. Даже для бани, которая на постоянном отоплении, где будет какой-то источник тепла стоять, который будет постоянно поддерживать плюсовую температуру, 100 мм утеплителя более чем достаточно для такой бани. Баня это не энергоэффективный дом. В бане во время топки всегда есть излишнее тепло. Всегда оно есть. Вот поэтому 100 мм утеплителя для стен за глаза. Ну, хотите, делайте 150. Просто вам тогда нужны будут стойки не 50 на 100, 50 на 150 и внутри них утеплять. Либо делать стойки 50 на 100, но тогда делать еще перекрестное утепление по фасаду. И только потом делать ветрозащитную пленку. Дальше после самого утеплителя пароизоляция обязательно. Мы вот здесь вот везде делаем фольгу. Во всех помещениях. Она просто отличается, которая там и которая там. Ой, замигала. Снутри обязательно пароизоляция. Очень важно, чтобы у вас пары влаги не уходили в стену. А то у вас там все обледеняет. Дальше контрбрусок. Он у нас идет горизонтально. Тут много споров. Люди говорят, что надо вертикально его ставить, чтобы был поток воздуха. Только куда будет поток воздуха? Ну, вот реально скажите мне, куда будет поток воздуха? Я сам это место называю вензазором. Ну вот. Вот оно получается, это место. Вензазором. Но это по большому счету вензазор чисто вот, вот чтобы вы здесь вот немножко воздух гулял. Здесь никакого потока воздуха не идет, потому что выходить некуда этому потоку воздуха. Конденсат, который на фольге, его настолько мизерно мало, что никуда он не течет. Я много раз разбирал стену, и вам на видео прям в прямом эфире показывал, что если даже образуется конденсат, то он даже не здесь, сверху образуется. Он образуется вот здесь вот в нижней части. Немножечко, как знаете, на зеркале вот потеет. Вот когда вы в ванну идете, у вас зеркало запотевает. Также вот здесь вот на фольге образуется вот такое вот запотевание, и оно образуется только до того момента, когда у вас баня не нагрелась. Как только у вас баня нагрелась, он сразу же весь испаряется, и ничего там не остается. И даже если у вас его образовалось много, ну, предположим, у вас его образовалось много, он куда-то вот потек, стек вот на этот вот контрбрусок, либо намочил саму доску. Да и что, что он ее намочил? Мы все равно эту доску так же изнутри бани поливаем водой. Вот мы прям шлангом воду на нее льем, вот чтобы увлажнить. И она высыхает из-за того, что у нас вот эта вот стена, доска сама нагревается там до 60-70 градусов, сама стена. Когда она до такой температуры нагрелась, она и это так же нагревается. Она не только вот эта вот лицевая нагрелась, она и здесь нагрелась, и до фольги тепло дошло, и фольга отражать что-то начала. У нас это просохло все. А когда баня остывает наоборот, там никакой конденсат не образуется. Конденсат образуется, когда баня наоборот нагревается. Вы для примера попробуйте сделать, когда в баню заходите, положите на полок камушек, ну вот размером, допустим, с кулак. И вы увидите, когда будете в баню топить, когда будете в бане воду поддавать, будете видеть, как на этом камушке, пока он еще не нагретый, будет образовываться конденсат. Он такой мокреть начнет. С него вода ручьем не потечет. Он просто начнет мокреть и такой влажный становиться. Но когда вы баню приготовили, когда баня у вас нагрелась, камень у вас тоже нагрелся. И на нем уже никакого конденсата не будет. Хоть вы поддаете, хоть вы не поддаете, никакого конденсата не будет. Так, в общем, видео по стенам в Ефремовской бане и в частности в моей бане, которую я повезу на Алтай, я вам показал, рассказал. Какие есть вопросы в комментариях, пишите, а я пойду сниму видео по установке печи в Ефремовской бане, потому что было очень много вопросов, как и на что мы там ставим печку. Так что в одном из следующих видео вы это увидите, а я прямо сейчас пошел снимать. Уральская петюля из Челябинска, из нашего... Слушайте, я вот, если честно, не знаю, как это уже называть, завод или цех. Ну, когда у нас там было 200 квадратов цех, когда было 500 квадратов цех, когда там стало 1000 квадратных метров производства цех, а сейчас у нас уже 2500 квадратных метров производства. Есть отдельно склад, есть цех по переработке дерева, есть цех по сборке дверей, окон, есть цех по изготовлению мини-бруса, есть три сборочных цеха, где собираются бани. Может быть, это уже завод стал? Ну, это я не на себя пуха нагоняю, я сейчас реально каждый раз думаю, а цех у нас уже или завод, когда вот эта вот стадия переходит из цеха в завод. Самое прикольное, что у нас такая команда, вот на это, на все здесь получилось за эти годы, хотя народу много по итогу прошло, но такая команда получилась, что я здесь на заводе, в цехе появляюсь раз в месяц. Ну, у меня, конечно, партнер Руслан этим всем здесь руководит, но я появляюсь здесь раз в месяц, в последний год уже, так, что занимаюсь другими делами, а здесь, здесь люди все знают, как и что им нужно делать. Так что, Уральская Петюля, сайт наш снизу, переходите, смотрите, планировки по Ефремовским баням и очередь сейчас, по-моему, там на июне осталось, по-моему, несколько мест и июль заполняется. Так что, кому нужна Ефремовская баня, сайт внизу, Уральская Петюля. Ты бишь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова